приветствую вас на своем канале хочу все знать сегодняшнее видео будет о том как защитить свой дом желаю всем приятного просмотра по окончании видео не забывайте ставить лайки дом это место где человек проводит больше всего времени и конечно же чувствовать себя там хочется спокойно и уверенно однако далеко не всегда нам хорошо и комфортно в собственном жилище а все потому что в него могут проникнуть не только злые люди но и существа потустороннего мира которые несут с собой отрицательную энергетику и ломают жизнь домочадцев окна двери арки и пороги это своеобразные порталы между тонкими и земными мирами считается что в каждом доме в таких местах обитают духи которые защищают жилища а домовой любит проводить там время так что когда вы прислоняетесь к огну головой добрые духи забирают боль и отпускают ее наружу во внешний мир а когда забываете зачем шли в комнату знаете это проделки домового ведь он так развлекается поэтому чтобы домашние портал и приносили вам только пользу нужно знать несколько важных нюансов роль окон это хоть и прозрачная но очень мощная преграда между домом и внешним миром именно поэтому лучше если оконные створки открываются наружу они внутрь так положительная энергетика будет входить в ваш дом а не уходить идеальными считаются круглые окна форма круга препятствует негативной энергии за отсутствие острых углов однако поставить такие рамы проблематично а порой и невозможно поэтому нужно приспособиться к тому что есть если хотите чтобы ваш дом был для вас настоящей крепостью мойте окна раз в полгода и не средствами бытовой химии а с нашатырным спиртом или уксусом это своеобразный ритуал благодаря которому вы очищаете энергетику дома и просите силу ветра благословить ваш дом и защищать от плохого на подоконнике разместите обереги белые морские камешки кусочки декоративного стекла морские ракушки для привлечения удачи можно посыпать подоконник с солью входная дверь входная дверь самое опасное место в доме если этот портал не защищен то вы можете занести домой негатив с глаз или порчу так что положите оберег под порог выбор их богатый старый но чистый носок наполненный солью шалфеем пижмы или любыми другими защитными травами можно зарыть под порогом с улицы или просто положить под коврик как вариант можете использовать куриного бога то есть камень с дырочкой даже старый нож под порогом будет защищать дом от бед и несчастья а две иглы сложенные крест на крест от сглаза и порчи амулеты на удачу достаток богатство традиционно вешаются на саму дверь самый известный подкова самый мощный по силе считается найденная подкова ведь чем дольше она валялась где-то на дороге тем больше впитывала в себя природной энергии в городе такую не найти поэтому сделанную на заказ или купленную подкову на недельку закопайте под деревом после чего повесьте на дверью концами вверх только так оберег гарантирует вашей семье защиту от неприятностей подойдут и три гвоздя впитые в дверь снаружи и межкомнатные двери и входная входные двери дверь должна вписываться в интерьер идеальный цвет двери синий так как считается священным а вот красный цвет напротив окрашивали те двери которые должны были привлечь внимание потусторонних сил остальные цвета нейтральные арка у арок неоднозначная репутация с одной стороны арка в доме привлекает ссоры проблемы и потери ведь арка это такой проем в который всасывается как в трубу положительная энергия по древним легендам арка это дерево без корней оно не может укрепиться в земле а значит не способно питать ни себя ни что-либо вокруг с другой стороны можно увидеть узкие арочные проемы в святых местах так как по другой легенде арка задерживает и накопляет в помещении позитив таким образом энергия обретает стабильность аура пространства становится спокойной и неподвижной поэтому двери такую форму рекомендуется ставить только в спальне и комнате отдыха единственное в чем сходится мнение об арках так это в том что хотя защитными свойствами они и не обладают зато способны блокировать чужеродную энергетику дорогие друзья и сейчас я хочу вам предложить два варианта очистки дома от негативной энергетики и первый вариант это очистка дома ладаном как правильно окуривать ладаном дом или квартиру процесс окуривания жилых пространств ладаном признано православной церкви этот процесс практикуется уже множество веков подряд для проведения обряда необходимо пригласить домой священника который правильно выстроит процесс окуривания квартиры или дома прочитает специальные молитвы также церковью допускается самостоятельное окуривание жилого пространства при этом важно четко соблюдать все наставления и правила первое перед тем как начать процесс окуривания жилого помещения проверьте обеспеченность поступления воздуха квартира должна хорошо проветриваться необходимо открыть все проемы окна в форточке а также балкон если имеется второе процесс необходимо начинать с пространства входной двери его обходят по часовой стрелке далее входной дверь необходимо осенить крестом три раза третье все помещения пространства необходимо окуривать строго по часовой стрелке во время всего процесса читается молитва отче наш второй вариант очищение пространства это окуривание полынью или сейджем окуривание полынью способна выгнать из дома практически любую нечисть недаром испокон веков ее называли антидемонической травой использовали в качестве оберега жилища полынь помогает очистить атмосферу дома от ментальной грязи застойных энергии и негативных воздействий шаманы перед началом своих обрядов также обязательно готовят пространство с помощью окуривания итак процесс окуривания подожгите скрутку с одной стороны дав ей немного загореться и затушить задув ее веточки продолжают лить и наполнять пространство очищающим дымом с дымящим пучком не спеша пройдите по всему дому от входной двери постепенно двигаясь по промещению против часовой стрелки при этом можно включить любые очищающие мантры звуки колоколов или поющих чаш заканчивая обряд потушите тлеющий пучок а песок в посудине откройте все окна чтобы хорошо проветрить помещение вместе с уходящим дымом отпускайте все тяжелые состояния мысли можно дополнительно сделать наговоры на очищение например как дым из моего дома уходит так и беды болезни и всякой нечисть из моего дома уходите но есть важные детали о которых нужно помнить во время окуривания дым должен умеренно наполнять комнату но не создавать непроницаемый туман обычно достаточно нескольких секунд чтобы создать необходимое задымление можно тщательно окуривать углы а дальше дым сам постепенно распространиться по помещению при окуривании не должны слезиться глаза и создаваться трудности с дыханием если вы ощущаете физический дискомфорт прекратите окуривание и хорошо проветрите комнату вы можете также окуривать труднодоступные места шкафы антресоли и так далее но учитывайте что одежда после этого может иметь характерный полынный запах для окуривания человека необходимо сделать три полных круга дымом вокруг него против часовой стрелки движение скрутка для очищения помещения также производится против часовой стрелки дорогие друзья и вы были на канале хочу все знать надеюсь вам понравилось это видео и если вам понравилось не забывайте ставить лайк подписываться оставлять комментарии ну все до скорых встреч пока пока